Музыка Сюда перенесли кабинет флюорографии Это очередь во флюорографию Друзья, всем доброе волжское утро Добро пожаловать на канал С вами Ольга Я была в поликлинике Вот на заднем плане наша центральная поликлиника В которой я проработала 24 года Все родное до боли в сердце Всегда очень рада видеть девчонок Сдала кровь, которую мне назначил эндокринолог Платная кровь получилась на 1730 рублей А еще была бесплатная биохимия В общем, все сдала Встретила своего чернобыльца Ой, так рада его видеть, Александр Сеевич Сто лет не виделись Поговорили Честно говоря, успела даже кое-что посоветовать По старой памяти Говорю, если что, пишите, звоните Он тоже встал в очередь на флюорографию Проходит диспансеризацию А я, куда вы думаете, бегу? Я бегу на экзамен Медколледж Сейчас встретила одну из своих слушательниц Я говорю, а вы куда? Это в обратную сторону Она говорит, ой, быстренько надо записать Своего подопечного Записать к кому-то из специалистов Я говорю, ну давайте Я успею, успею Я говорю, ладно, хорошо Думаю, я иду медленно Конечно, успеете Еще и обгонят меня Ух Ребят, в пальто, конечно, жарко Солнце прям хорошо припекает Надо было мне надеть курточку легкую Помните, которую я покупала в головинке? Вот Пожалела, что не надела ее Пальто жарковато Вот иду нараспашку Уф Аж, знаете, запыхалась А потому что Приехала на такси В поликлинику Быстро выскочила Голопом на третий этаж У Лили заплатила В сорок восьмом кабинете надо оплачивать У нас Казанская клиника Айболит сотрудничает с поликлиникой Я уже в этой клинике Айболит Долгое время Сдаю Кровь Ну, там на ТТГ, например Гормоны, да? Щитовидной железы Т4, антитела КТПО И в этот раз Мне эндокринолог еще написала Вот этот гормон стресса Еще что-то В общем, все, что написала Все сдала И вам, ребят Вот кто живет в Волжске От души советую Айболит Я говорю, я много лет здесь сдаю кровь И мои родственники тоже всегда здесь сдают Всегда все точно А вот Не хочется, конечно, антирекламу делать Но вот Сити Лаб Рядом с поликлиникой У меня сестренка один раз там сдала гормоны Там нормы 4,5 У нее было 160 Перездали в поликлинике Все нормально Я потом говорю Девочкам там в Сити Лаб Почему, говорю, такие показатели Это откуда 160-то? Когда норма до 4,5 Они мне говорят Ну, если у вас чек сохранился Приходите, перездадим Я думаю, а зачем мне у вас перездавать? Мы перездали, естественно, вы и болите Думаю, а зачем мне у вас перездавать? И думать Так, а правильно сейчас А точно сейчас анализ? Или опять Приблизительный? Вот старая пятая школа Может быть, кто-то здесь учился Кто меня смотрит Здесь у меня мам с папой учились А шестую снесли В шестой, по-моему, пап тоже в шестой учился Всегда дружили все Кто вот учились в пятой, в шестой В старой школы Друг напротив друга Туда-сюда ходили На танцы Друг к другу На праздники Раньше, ребята, все-таки было как-то все дружнее Дружнее, теплее, душевнее Сейчас вот ехала с водителем, с таксистом У него в машине Блатная такая, приблатненная музыка Я ее с 90-х годов не слышала И там такие душераздирающие слова Про любовь, про маму Все дела Я думаю, ну надо же Кто-то, кто-то слушает Здесь перейду Хотя здесь такого официального перехода нет Но, чтобы официально перейти Это надо очень далеко идти В обратную сторону Это администрация города В сквериках С лавочками Они в обед здесь гуляют Вокруг памятника Владимиру Ильичу А здесь, смотрю, что-то все раскопали Как около моего дома Почему-то Рядом с деревом Как будто дерево хотят выкорчевать Не знаю, что они хотят Все, ребят Побежала я на экзамен А то сама опоздаю Меня уже слушательница обогнала Которая бежала в поликлинику к записи Ой, ребят Все успела Время без пятнадцати Прибежала во дворик медколледжа Все родное Все свое Ребят Поставили памятную доску Орлову Леонтию Александровичу Который погиб При задержании Вооруженных преступников Это улица у нас Улица Орлова Как раз названа его именем Но вот этой памятной доски не было Недавно поставили 16 июня 51-го родился Погиб 23 августа 67-го Награжден орденом красная звезда Написано Вон мама купила твои ботинки Оставила у бабули Какие красивые Полазучик ничего не дает Ребята вышла из озон Мне пришли шарфики Три шарфика Я хотела из трех выбрать Один для своего нового Тренча или плаща Выбрала действительно Один Но Может быть даже бы два Оставила Ребят Потому что были Шарфы разных фирм И совершенно разного качества Почему взяла только один Потому что только один Во-первых Больше всех он мне понравился А во-вторых Могла бы взять другой Но там были оба бракованные Какие-то были пятна на них Такие полупрозрачные Поэтому я брать не стала Я утром ушла Восьми часов не было Сейчас время семь вечера Двенадцать часов Ребят Я гуляла Сдали сегодня экзамены Сдали нормально Все хорошо Я очень рада Что эта неделя прошла продуктивно Что все спокойно Нормально Я говорю Люди совершенно адекватные Я этому очень-очень рада И мы еще с девчонками После экзамена Пошли в пиццерию Честно говоря Пообедали можно сказать Ну и все И по домам Я уж пиццерию снимать не стала Ребят Вы уже у меня ее видели Десять раз Поэтому Просто посидели Поговорили О настоящем О будущем И разошлись Так скажем По домам Я была у мамы Вот сейчас сестренка Меня привезла Зашла в озон И с вами поболтаю И иду домой Друзья Честно говоря Сегодня были Совершенно другие планы Я хотела сегодня После экзамена Идти в парк Парк Который находится Рядом с медколледжем Поснимать С вами поговорить Поговорить Поболтать И получилось все Совершенно по-другому Видите Спонтанно решили Сходить в пиццерию Ну Не хотелось Как сказать Людей обижать Предложили Я пошла В парк Обязательно сходим Ребята Честное слово Тем более Что я хотела Вам его показать До реконструкции И после реконструкции Вот сейчас Намечается Реконструкция Парка Я вам под этим видео В комментариях Оставлю ссылку На сайт На котором Можно пройти Так скажем Голосование Что вы хотите Видеть в этом парке В будущем Что вы хотите Там видеть После реконструкции Поэтому Пожалуйста Заходите на сайт Голосуйте Я проголосовала Все обозначила Что бы я хотела Там видеть Главным делом Ребята Я написала Что хотела бы Видеть танцплощадку И чтобы там были танцы Чтобы были дискотеки Вот Мне это Самое главное Я бы и сама Ходила бы потанцевать И Приходила бы Снимать для вас Я думаю Что было бы Здорово Весело Обязательно Нужно Чтобы где-то Было место Куда люди Могли бесплатно Прийти И Сбросить Недельный Стресс Потому что Вот вспомните Я вам оставлю В конце этого видео Напоминалочку На экране Будет квадратик Нажимаете И смотрите Я снимала Уже в этом парке Снимала дискотеку Люди Моего возраста Старше Младше Танцуют Знаете Вот Как последний раз Танцуй Говорит Как будто тебя никто не видит Вот они так и танцевали Но это здорово Это классно Ребят Жаль Что это было В позапрошлом году И всего Один раз В неделю Сейчас у людей В принципе Глобальный стресс Идет Да Да еще Плюс Какие-то Бытовые Может быть Мелочи У всех Ну у кого-то Что-то дома На работе Поэтому Обязательно Должно быть Место Где все Это должно Выветриться И должно Быть забыто Просто Ребят Мне пишет По-моему Наталья Что Хорошо Что у нас В городе Есть заводы Что-то там У нас речь Зашла О том Что в Сочи Чистый воздух У нас Не очень чистый Хорошо Что есть Заводы Хорошо Что есть Где людям Работать Ребят Ну надо Тоже понимать Что завод Заводу Рознь Понимаете Вот Например В Казани Ну допустим Вертолетный Завод Они там Что-то делают Собирают Какие-то Запчасти У нас Тоже есть Завод Волжский Электромеханический Этот Завод Тоже Занимается Какими-то Запчастями И в том числе Военными Заказами Но Извините Меня Когда Завод Древообрабатывающий Еще Не один У нас Весь берег Волги Заилился У нас Нет Рыбы Рыба Мне кажется Вся Сдохла От этих Ядохимикатов Которые В Волгу Спускаются И Люди Болеют У нас Мы Первое Место Занимаем По Онкологии В республике Вы как Считаете Такие Заводы Пользу Приносят Главное Чтоб Работа Была Вот Она Мне Пишет Типа Того Что Вам Виднее Если Вы считаете Что Ваш город Плохой Ребят Ну Не надо Кидаться Из Крайности В Крайность Или Город Хороший Или Город Извините Хреновый Так Получается Причем Здесь Город Хороший Нехороший Люди Хорошие В Городе Живут А Завод Приносит Огромные Убытки Экологии Вы Это Можете Понять Тем более У нас Древообрабатывающий Завод Не один Их два Но Второй Конечно Не сравнится С первым Вот С Марийским Целлюлозным Бумажным Комбинатом Комбинат Древо Комбинат Обрабатывающий Заря Не сравнится Я имею Ввиду Не сравнится По Приносящему Вреду Для Экологии Для Окружающей Среды И Как следствие Для Людей У нас Люди Приезжают В столицу В больницу Говорят О Чернобыльцы Приехали Но Вы считаете Это нормально И после Этого Ну Раз считаете Что город Плохой Значит Плохой Ребят Разве Можно Сравнивать Сочи И Наш Волжск Да Город На Волге Да У нас Кругом Лес Который Сейчас Нещадно Вырубается И Отвозится В Китай Ну Ребят А что Я должна На Что вокруг Происходит Только Улыбаться И Говорить Как все Здорово Как все Хорошо Так же Как вам По телевизору Лапшу Вешают На уши Я точно Так же Что ли Должна Делать Я Говорю Правду Что Вижу То И Говорю Если Вижу Что Завод Приносит Вред Почему Я должна Говорить Что От него Ароматы Как От моря И Экология У нас На 100 Баллов Если Этого Нет И в Помине Ну Так Вот Ребят Еще Хотела Рассказать Вам Об одном Комментарии Если Хотите Посмотрите Он Эти Комментарии У этой Женщины Ее зовут Ирина Есть Под моим Видео Где Помните Был Скандал В столовой В Авроре Вот Под этим Видео Значит Что Она Пишет Мне Значит Типа Откройте Секрет Как Вам Удаётся Так Часто По Социальной Путёвке Ездить В санаторий Я Не знаю Ребят Что Там На Зрителей Которые Шли Мимо Канала Не Сходят Что За Видение Они Видят С Чего Она Взяла Что Мне Часто Удаётся Ездить По Социальной Путёвке Я Ездила Последний Раз В 20 Году Сейчас 24 Один Раз В 4 Года Где Она Увидела Что Я Часто Езжу По Социальным Путёвкам Ребят Скажите Мне пожалуйста На милости Может быть Она Перепутала Что Я Ездила Отдыхать Она Думает Что По Путёвке Так Там Видно Если Ты Видео Смотришь Ты Понимаешь Что Человек Не В Санаторий Находится А В Частном Доме Я Не знаю Я Ей Пишу Говорю Ирина С чего Вы Взяли Что Я Часто Езжу По Путёвкам Раз В 4 Года По Вашему Потом Значит Пишет Что Через 4 Года Вот Сейчас Они Съездили Им Куда Дали Путёвку Им Там Все Понравилось А Через 4 Года Дочке Исполнится 18 Лет И Они Второй Раз Уже Не Успеют Съездить Понимаете Мама Сожалеет О том Что Не Успеют Съездить Второй Раз В Санаторий Бесплатно По Социальной Путёвке Я Не Поедете Бесплатно Ну Что Ты В Этом Роде Я Ей Написала Она Мне Пишет Да Я Да Мы Летом Да Ездили В Аврору За Свои Деньги За Свой Счёт Да Там Лечение Г Значит Нам Нужен Воздух И Море Вы Какая Это Злая Ну Ребята Извините А Почему Я Злая Я Задала Вопрос Который Напрашивается То Она Пишет Как будто Сожалеет Что Через 4 года С её дочери Снимут Значит Инвалидность И Всё Они Бесплатно Больше Не Поедут Так Снимут Извалидности Слава Богу Значит Ребёнок Будет Здоров И Потом Откуда Вы Знаете Что Через 4 года Инвалидность Снимется 18 лет Я Вот Этого Что-то Понять Не Могу Ребят Никому Зла Не Желаю Честно Вам Я Зла Не Желаю Даже Тем Кто Мне Реально Зло Причинил Поэтому Будьте Все Здоровы Будьте Счастливы Ездите В санатории Наслаждайтесь Жизнью Природой Чистой Экологией В Сочи И Приезжайте Все К нам Работать У нас Много Рабочих Мест Ребят Там Откуда Здоровыми Вы Не Выйдите Ребят Последнее Время Снимаю Один Раз В два Дня Выпускаю Видео Завтра Мы с вами Тоже Увидимся Увидимся Вечером Куда Я Завтра Собираюсь С кем И По Каким Местам По Каким Делам Я вам Говорить Не буду Секреты Не буду Открывать Надеюсь Что Видео Вам Увидимся Завтра Я Вам Желаю Всего Самого Доброго В этот Раз Услышала В каком То ли Фильме То ли Сериале Москва Соплям Не Верит Очень Понравилось Выражение Так что Друзья Всем Кто Меня Смотрит Имейте Ввиду Москва Соплям Не Верит Поэтому Мы С вами Утерлись И Пошли Летящей Походкой Скоро У нас Май Месяц Потом Лето Все Будет Хорошо Главное Чтобы у нас С вами Было Здоровье И Была Поддержка Друг от Друга От Близких Поэтому Ребят Пишите Комментарии Будем Общаться Будем Поддерживать Друг друга Я Вам Желаю Всего Самого Доброго Завтра Увидимся Пока Пока По Скриптум Хотела Вам Серая Чистый Хлопок 500 Рублей Стоит Размер L Такая Она Мне Будет Свободная Я Такую Хотела Только Что Вы Видели Полочку А Теперь Спинка Спинка Такая Поярче И Вот Такой Шарфик На Шарфе Написано Кашемир В Аннотации Там К Нему Тоже Написано Кашемир Не знаю Какой Здесь Кашемир Чувствуется Синтетика Конечно Но Шарф Симпатичный Мне Понравился Мягкий Приятный С Кистями Здесь Известно Чьих Кистей Работа Китайских Кистей Шарф Стоит Всего 400 Рублей Вот Такие Покупки Всем Пока